Первое. Прощание славянки. Я возник на этом свете вскоре после кризиса 1875 года, когда Бисмарк, ожесточив Германию легкостью побед, готовил новый разгром Франции, еще не успевшей вооружиться заново. Людям той суматошной эпохи, умеющим мыслить, было даже странно, что война не началась сегодня. Они удивлялись, почему она не разгорелась вчера. И ложились спать в смутной тревоге, как бы война не грянула завтра. Мое время прошло среди кризисов, военных и политических, а моя жизнь, если к ней присмотреться, тоже сложилась из кризисов, личных и гражданских. Теперь мертвые в гнилых гробах лежат под землей, и они много обо мне знают, а живые проходят мимо, ничего обо мне не ведая. Почему я, уже старик, без слез не могу слышать музыку старинного марша прощания славянки? Ах, мама, мама, нельзя было так безжалостно бросать маленького сына, любящего тебя, и оставлять в сраме постыдного одиночества бедного русского чиновника, экономящего каждый полтинник жалованье. Боюсь, что такое начало не всем будет понятно, посему я не постесняюсь расшифровать свое прошлое. Моя жизнь началась в те благословенные годы, когда над Балканами отшумела очистительная гроза. За московскую заставу и Петербурга возвысились триумфальные ворота, под сень которых и вступила русская армия, принесшая свободу болгарам и сербам. Тогда же и проспект, идущий от Пулкова в центр столицы, был наречен Забалканским. Это историческое название, казалось, донесет до потомков всю пороховую ярость небывалого накала внешней политики российского государства. Я ношу простую, но очень старинную русскую фамилию, называть которую не желаю, памятуя о главном. Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена. В этом вопросе я придерживаюсь того принципа, который сверхчетко выразил германский генерал Ханс фон Сект. Офицеры генерального штаба не должны иметь имени. Впрочем, моя фамилия внесена в знаменитую бархатную книгу. Читателям, которые по тем или иным причинам захотят узнать ее, советую раскрыть второй том бархатной книги, изданный Н. И. Новиковым в 1787 году. Чтобы не затруднять ваших поисков, сообщаю, род мой числится происходящим в двадцатом колене от самого Рюрика, а пращур мой имел житейское прозвание Оладье. Когда я появился на свет Божий, моя фамилия уже растеряла древние грамоты. Никто из моего рода не занимал высоких постов в чиновной иерархии России. Мы обнищали, разбазарив свои поместья по лошадиным ярмаркам и цыганским оркестрам. А потому, когда возникла освободительная реформа, нам уже некого было освобождать. Представителей моей фамилии можно было встретить инженерами-путейцами на полустанках, журналистами в редакциях, врачами в клиниках, офицерами в гарнизонах, а мой батюшка, достигнув чина коллежского асессора, почти всю жизнь учительствовал в петербуржских гимназиях. Личные невзгоды и некоторая бедняцкая пришибленность сделали из него человека сухого и желчного, и теперь я понимаю, что под этой оболочкой, не совсем-то приятной для посторонних, скрывалась правдивая и благородная душа, способная любить только один раз, что он и доказал, когда мама покинула нас, столь безжалостно и, по-женски, эгоистично. Я давно заметил, что вся великая литература зиждется на гиперболах. Один славный писатель даже утверждал, будто он помнит, как его крестили. Я не могу похвастать такой памятью. Но я хорошо помню вечер над столицей и маму, держащую меня на руках. Она стоит на балконе нашей квартиры, а под нами, далеко внизу, затаилось глубокое ущелье Вознесенского проспекта, ныне проспект Майорова. Теплый воздух, выдуваясь из нашей квартиры, выплескивает над балконом паруса тиковых тентов. Совсем еще маленькие, в чепчике и кружевных панталончиках, я радуюсь жизни этому ласковому сквозняку. Мне приятны обнимающие меня чуть влажные руки молодой матери. А внизу под нами идут, 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 идут. Эта русская гвардия возвращается из лагерей на зимние квартиры. Издалека колышется длинная полоса тысяч и тысяч колючих штыков. На балкон выходит и мой отец. Узнаю о курносах. Павловцы! А вот и преображенцы! Краса и гордость лейб-гвардии! Вологодские гулливеры! Буйствуя, ликовала военная музыка. Вровень с окнами вторых этажей, где дозревали на окнах фуксии и герани чиновных семей, качались штандарты русской боевой славы, проносимые в марше. На жезлах, тамбурмажоров, вспыхивали алмазы, полыхали огненные рубины. А потом вдруг ударили звончатые тарелки, трубачи в бронзовых наплечниках, горцуя на белых конях, пропели на горных щемяще тревожно. Ага, — сказал папа, — вот вам, сударня иконная артиллерия, полк, в котором трубы из чистого серебра, полученные за Аустерлиц, за Бордино, за Плевну. Шестерки могучих першеронов увлекали лафеты за повороты улиц. С тихим шелестом шагов, словно торопясь куда-то, под нами двигались низкорослые крепыши в белых рубахах, и все они были в сапожках из ярко-алого хрома. — Будто из крови вышли, — сказала мама. — Страшно. — Абшеронцы, душечка, — пояснил отец. — У них и сапоги-то красные, ибо в битве при Кунерсдорфе стоял абшеронский полк в крови по колено. Стоял и выстоял. Войска прошли, наша улица разом поскучнела. Для меня еще ребенка вдруг выяснилось, что рядом со мною живет нечто осмысленное и грандиозное, расставленное по ранжиру и одинаково одетое. Что-то невыносимо сильное, жестокое и доброе, очень страшное и очень заманчивое. Таково мое первое детское впечатление. Я свято сберег его до седых волос. И верю, русской армии можно нанести отдельное поражение, но победить ее нельзя. Наверное, это и есть тот главный камертон, который раз и навсегда определил звучание моей удивительной жизни. Пусть я был несчастен, но это была сама жизнь. А трагический марш прощания славянки до сих пор невыносим для моего слуха, для моих нервов. Ах, мама, мама, зачем ты оставила нас тогда? По словам Ларош-Фуко, ум и сердце человека, так же, как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился. Вполне согласен, и потому всегда считал себя русским. Но моя мать была сербкой. Иной раз мне даже мнится, что с молоком матери я всосал в себя все тревоги и горести южных славян. У нас дома было так принято. С няней я говорил по-русски, с бонною по-французски, с отцом по-немецки, с мамой только на сербском. Со слов матери, которую звали Марицы Николовной, я знал, что через нее, через ее кровь, я родственен сербам, носившим прозвание Деприрадовичей, Шевичей, Милорадовичей, Руничей и многих других семей, которые давно натурализовались в России. Это были потомки виноделов, торговцев и пастухов, ставшие на русской службе сенаторами, генералами, дипломатами, сановниками. Однажды мама показала мне фотографию изможденного господина с обвислыми усами, скромный сюртук которого украшал орден почетного легиона. — Запомни этого несчастного человека, — сказала она, — Петр Александрович Корегеоргиевич, внук отважного гайдука Георгия, прозванного турками «кара», что значит «черный» или «страшный». А мать Петра была из рода Ненадовичей, которые очень давно породнились с Хорстичами. Я всегда был горд за своих родичей. Это мой пращур Милован Хорстич, раненный итаганами, с последней пулей в ружье, горными тропами, вровень с облаками, прошел через Балканы и Карпаты, выбираясь на Русь, куда и прибыл с единственным сокровищем — маленькой Зоркой. Это случилось в 1817 году, когда Абреновичи подло убили грозного Корегеоргия. Они отрезали ему голову и в грязном мешке отослали ее к порогу блистательной порты. Турецкий султан плюнул в потухшие очи борца за свободу, а власть в Белграде отдал Абреновичам. Я был еще мальчиком, но мама уже тогда напитала меня ненавистью к сербским королям из династии Абреновичей. «Когда вырастешь и станешь умнее, никогда не прости Абреновичам вероломство, как не простила и вся Сербия». Первые песни, которые я слышал, были «Лазарец и матери», в которых не слышалось слов о любви и радости, зато всегда воспевались народные герои, павшие в битвах. А первые стихи, заученные мною наизусть, были стихами Пушкина. «Черногорцы?» «Что такое?» Бонапарте выпросил. «Правда ль это племя злое не боится наших сил?» Мама рассказывала мне, как отличить серба от черногорца. Серб обстоятелен в поступках. Его поступи даже величава. Черногорец же весь на стороже, всегда готовый выхватить из-за пояса пистолет. Полтысячи лет они держались на Черной горе в изоляции от мира, зато отстояли свободу. Но каждый год, в день 28 июня, мама погружалась в печаль. Это был день Святого Витта, день национальной скорби славянского мира. 28 июня 1389 года на печальном косовом поле, что лежит между Боснией и Македонией, турецкие орды сломили мощь Сербии. И с того дня началась ее новая история. История борьбы за свободу. Я помню даже слова матери. А когда полегли витязи на косовом поле, храбрый обилич прокрался в шатер турецкого султана и зарезал его кинжалом. Обилич умер под пытками, но остался в наших песнях и былинах. А битва случилась в день Святого Витта. Сербы называют его Видавданом. И этот день стал для нас днем траура. Поражение сербов на косовом поле стало так же близко моему сердцу, как и победа русичей на поле Куликовом. Но мог ли я тогда думать, что именно в такой Видавдан выстрелы огласят Сараева, столицу Боснии, а вся Европа исполнит пляску Святого Витта, стуча зубами от страха? Этот день потом и отразит Ярослав Гашек в своем романе о бравом солдате Швейке. Убили, значит, Фердинанда-то нашего. Укакошили его в Сараево. Из револьвера. Лехал он там со своей эрцгерцогиней. Отец выписывал для чтения газеты «Фигаро» из Парижа и злющую тетку Фосс из Берлина. А мама читала журнал «Славянский мир». Я часто заставал ее с номером славянских известий в руках, плачущую. Мне запомнились дни, когда Россия чествовала память Кирилла, соратника Мефодия. В 1889 году отмечалось 500 лет со дня Косовой битвы. В годы моего детства Петербург часто объявлял дни кружечных сборов, когда по квартирам ходили студенты и курсистки с кружками для сбора подаяния. Помню, мама жертвовала дважды в помощь Черногории, пострадавшей от неурожая, и на устройство детских школ в Сербии. Не только она. В кружку опускали свои медики и прохожие, солдаты, дворники, ибо мир славянства казался всем нам единым домом, только жили мы под разными крышами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...